В мире животных порой происходят удивительные явления, которые вроде бы находятся за гранью нашего понимания. Современная наука под названием этология старается разобраться в этих феноменах с помощью анализа адаптаций и эволюции. Например, миграции. Представьте птицы, каждый год пролетающие тысячи миль к югу, следуя точным маршрутам, которые их предки использовали веками. Этот впечатляющий процесс объясняется не мистикой, а сложным взаимодействием генетики и физиологии, подсказок окружающей среды и биологическими ритмами. Животные не нарушают законы природы, но их поведенческие реакции иногда заставляют нас удивляться и искать объяснения. Например, дельфины, которые демонстрируют сложные формы общения и партнерства, или биоэлектрическое восприятие акул, позволяющие им прочувствовать движение в океанской глубине. Это лишь тонкости, которые еще предстоит полностью разгадать. Мы начнем исследовать мир животных, начав с миграции, феномена, который способен заставить задуматься о невероятных путешествиях природы. Миграции, каменки, маленькие птицы поражают нас своими миграциями. Каждую осень они покидают Арктику, чтобы преодолеть 9000 миль до Африки. Это самый длинный миграционный перелет среди воробьинообразных птиц. Но зачем рисковать? Природные угрозы огромны, непредсказуемая погода, истощение, хищники, но стаи все равно устремляются в путь. Причины их миграции кроются в генетических и обучающих факторах. Они заложены в программах наследственности и воплощаются через наблюдения за взрослыми. Для некоторых видов маршрут фиксируется генетически, и они безошибочно следуют ему без наставников. Но как каменки и другие подобные птицы находят дорогу на такие расстояния? Здесь природа оставила много вопросов. Эти существа способны ориентироваться по Солнцу, звездам и даже магнитному полю Земли. Навигация для них — многогранный процесс, полный загадок как для науки, так и для обычных наблюдателей. Наши двери открыты для разгадки еще одной части этого увлекательного повествования. Откроем тайны, как небесные ориентиры и другие природные силы помогают птицам оставаться на своем великом пути. Способность птиц ориентироваться в пространстве по Солнцу и магнитному полю поражает своей точностью и многогранностью. Ученые выявили, что у многих видов птиц действительно существует внутренний солнечный компас. Этот механизм позволяет птицам корректировать свое направление полета, принимая во внимание движение Солнца по небосводу, и задействует их циркадные часы для совмещения времени суток и положения светила. Благодаря этой системе птицы способны избегать заблуждений даже в пасмурную погоду. Но этот компас – лишь часть сложной навигационной системы, которой владеют наши пернатые друзья. В дополнение к солнечному, у птиц есть магнитный компас, с помощью которого они ориентируются по магнитному полю Земли, что позволяет сохранять верный курс в условиях, когда Солнце скрыто. Эта способность обусловлена специализированными органами и, возможно, клетками с кристаллами железа, но точный биологический механизм до сих пор остается тайной. Не стоит забывать и о звездном компасе, который формируется в период перед первой миграцией, когда молодые птицы наблюдают за ночным небом. Вместе с внутренними картами местности эта система делает их настоящими мастерами навигации. Кажется, что разгадки этих удивительных способностей еще предстоит искать. И некоторые вопросы уже ведут нас к новому, не менее таинственному феномену, связанному с морскими созданиями. А кажется ли разгадка на поверхности или прочно скрыта под слоями научных гипотез и открытий? На протяжении веков ходили рассказы о дельфинах, таинственных морских млекопитающих, которые как будто бы могли лечить болезни. Ясное понимание того, что именно происходит, привело ученых к изучению дельфинотерапии как обоснованного метода помощи. Хотя нет твердых научных доказательств прямого биологического исцеления, общение с дельфинами оказывает значительное положительное влияние на психическое здоровье человека. Считается, что ультразвуковое взаимодействие с дельфинами активирует эндорфины. Эти природные гормоны счастья влияют на улучшение настроения, снижают стресс и тревожность, повышают позитивные эмоции и активируют когнитивные функции. Ультразвуковые колебания, вибрации и гидромассаж усиливают обезболивающий и расслабляющий эффект, а также повышают мозговую активность. Особое внимание уделяется эмоциональному и социальному компоненту этого процесса. Как социальные существа с уникальными формами общения, дельфины демонстрируют сложные социальные навыки и потенциал к эмпатии. Взаимодействие с ними помогает улучшить самочувствие и расслабиться, но в то же время требует дальнейшего изучения, чтобы раскрыть все секреты. Неопровержимым остается одно – психологическая польза от общения с этими животными невозможна без их природных особенностей и контакта с человеком. И все же полное понимание целительной силы дельфинов остается неполной тайной. Загадочные механизмы их взаимодействия с человеком заводят нас все дальше, в глубины неизведанного, заставляя исследовать и другие феномены взаимодействия с природой, которые остаются такими же интригующими. Слоны – одни из самых удивительных созданий на Земле, обладающие памятью, которые оставляют глубокое впечатление. Они способны запомнить знакомые лица и запахи людей, с которыми сталкивались 20 лет назад. Этот навык помогает им выживать в своем сложном мире, запоминая как друзей, так и потенциальные угрозы. Слониха-лидер, обладая подчеркнутой памятью, ведет стадо по безопасным маршрутам, появляется первая на защиту своих родных. Ученые связывают выдающуюся память слонов с особенностями их мозга. Эти великаны умеют ассоциировать события с эмоциональными переживаниями, что помогает им лучше запоминать и избегать опасностей. Прямые исследования показывают, что они могут распознавать людей через их запахи, даже если встреча была в далеком прошлом. Лидеры среди слонов – это чаще всего пожилые самки, ведущие своих сородичей в сложных условиях дикой природы. Обладая многолетним опытом, они реагируют и на старые знакомые угрозы, и на новых друзей. Этот запас знаний и опыта обеспечивает социальную связанность и выживание стада. Память слонов – это не только мифы, но и научный факт, удивляющий своей точностью и сложностью. Однако не только эти создания способны общаться через невидимые изменения в окружающей среде. В водах планеты хранятся загадки, которые могут изменить наше представление о мощи и тайнах животного мира. Некоторые животные по наблюдениям демонстрируют необычное поведение перед землетрясениями, и хотя это кажется сюжетом из легенд, в научном сообществе данный феномен привлекает внимание. Свидетельства о том, что животные способны предчувствовать катастрофы, часто основаны на фольклоре и рассказы жителей мест, подверженных сейсмической активности. Возникает вопрос, что же именно ощутимо животным? Одна из гипотез предполагает чувствительность к электромагнитным колебаниям или инфразвуку, которые предшествуют землетрясениям. Были зафиксированы изменения в поведении животных перед стихийным бедствием. Домашний скот, такой как коровы и овцы, становился более активным за считанные минуты до событий. Ученые также отмечали беспокойство у собак и стремление птиц покинуть гнезда. Этот феномен остается труднообъяснимым с научной точки зрения, но факт остается. Некоторые животные интуитивно чувствуют приближение опасности. Попытки установить четкую взаимосвязь между поведением животных и предсказанием землетрясений сталкиваются с множеством неопределенностей. Природа этого феномена недостаточно изучена, и хотя дано множество свидетельств, точный механизм остается загадкой. Тем не менее, это очередной пример того, насколько удивительными и сложными остаются природные силы и их взаимодействие с животным миром. Несмотря на это, стремление человека раскрыть эти загадки продолжается, открывая новые горизонты исследований, столь же таинственные, как и многие иные явления, наблюдаемые в живой природе. Представьте себе зоопарк, где тигрица принимает на воспитание поросенка или собака в заповеднике, которая дружит с обезьяной. Подобные истории чаще встречаются в условиях неволи или под наблюдением человека и покоряют наши сердца. Эти удивительные межвидовые связи, хоть и редкие, все же дают нам представление о мире, в котором животные могут выбирать друзей вне зависимости от генетической принадлежности. Наука не застопорилась на изучении этого явления. Исследователи активно анализируют межвидовые отношения, чтобы понять, как эмоциональный интеллект и социальное поведение влияют на их формирование. Но взаимосвязи могут формироваться не только из-за эмоционального влечения. Экологические условия, биологические инстинкты и даже социализация играют роль, особенно для тех животных, которые выросли на попечении человека. В то же время, такие отношения не всегда следует воспринимать исключительно в эмоциональном ключе. Часто они представляют собой форму взаимного сотрудничества, например, симбиотические связи, где оба участника получают выгоду. Поэтому и термин «дружба» здесь может носить более широкий смысл. Наблюдая за сложными переплетениями в отношениях животных, мы понимаем, насколько велик и разнообразен мир, в котором они живут. Взаимодействия, которые на первый взгляд кажутся неожиданными под поверхностью, могут быть разумными и практичными решениями, проявляющими в том числе преимущества для выживания и адаптации. Понимание этих связей открывает двери к новым открытиям в изучении социальных и природных закономерностей, приводя нас к еще более интригующему вопросу о взаимодействии животных с окружающей средой и людьми. В мире животных есть явления, которые удивляют своим необычным проявлениям. Рассмотрим павианов, известных своим интеллектом и изобретательностью. Эти приматы, проживающие на просторах Африки, поразительно адаптированы к своей среде обитания. Одна необычная черта их поведения – это уверенность и ловкость, с которой они исследуют окружающий мир и используют все доступные ресурсы. Хотя научные исследования пока не подтверждают систематические взаимодействия павианов и пчел в природе, стоит отметить их потенциальный интерес к пчелиному меду. Павианы обладают способностью распознавать источники пищи и орудовать примитивными инструментами, что позволяет им извлекать пользу из различных пищевых объектов. Исследования показывают, что павианы могут использовать камни и палки, чтобы получить доступ к пище, которая в ином случае кажется недоступной. Идея, что павианы могут взаимодействовать с пчелами в сигнатуре взаимовыгодного обмена, остается пока гипотезой без эмпирической основы. Однако этот задумчивый сценарий подчеркивает важность дальнейших исследований, открывая окно в мир природного интеллектуального ресурса и адаптации. Такие предположения стимулируют интерес к изучению и пониманию более глубоких механизмов взаимодействия в природе. На самом деле удивительные возможности природы не исчерпываются очевидными взаимодействиями. Взаимодействия, которые могут возникать между, казалось бы, несвязанными видами, поднимают новые вопросы о том, как понимать естественный мир. Эти загадки открывают дверь в следующее явление, которое, возможно, вызовет не меньше вопросов и снова окунет нас в неведомые глубины животного мира. Когда речь заходит о леммингах, сразу вспоминается миф о массовых прыжках с обрыва. Сценарий, который на самом деле произошел лишь на экранах, и то в ходе постановочной съемки в документальном фильме «Белая пустошь» производства Disney в 1958 году. Этот миф окутан драматизмом, однако реальность поведения этих маленьких существ намного интереснее и далеко отходит от суицидальных интерпретаций. На самом деле лемминги – это удивительные выживальщики. В периоды быстрого роста их популяции, вызванного благоприятными природными условиями, эти маленькие грызуны вынуждены покидать переполненные территории в поисках новых мест обитания и источников пищи. Их массовая миграция объясняется не безрассудством, а необходимостью. Когда лемминги сталкиваются с препятствиями, такими как водоемы или клифы, они не совершают прыжки на смерть, а стараются найти путь к новым домам. Однако из-за природных барьеров и рисков, связанных с перемещениями, некоторые из них могут погибнуть. Лемминги хорошо плавают и умеют преодолевать водные преграды. Обрывы становятся для них не целями, а всего лишь препятствиями на пути миграции. Погибшая часть леммингов – это случайные жертвы на пути познания мира, а не сознательное самоуничтожение. Каждый миграционный путь – это проявление их инстинктивного поведения, движимого жаждой к жизни и приспосабливанию к стремительно меняющимся условиям среды. Исторические корни мифов о самоубийственных леммингах восходят к XIX веку и продолжают вдохновлять писателей и журналистов. Но эти ошибки основаны больше на творческих интерпретациях, чем на фактах. Истинные действия леммингов ведут нас к глубокому пониманию инстинктов, которые направлены на выживание, а не на самоуничтожение. Это открывает таинственное окно в мир природы, где каждое поведение – это шаг в сторону адаптации и выносливости, задавая этап следующим открытиям в животном мире. Ядовитые растения и существа – это скрытая угроза, с которой многие животные сталкиваются ежедневно. Тем не менее, удивительно, как быстро они учатся распознавать и избегать опасности. Давайте разберемся, как это происходит. К примеру, яркая окраска лягушек или змей – это не просто привлечение внимания, а сигнал предупреждения. Многие хищники уже знают, яркие цвета могут означать опасность или ядовитость. Эта способность избегать опасности часто формируется благодаря сочетанию генетических инстинктов и обучения. Животные могут, рождаясь, уже иметь склонность избегать определенных ярких цветов или резких запахов. Это знание передается через поколения, через процесс естественного отбора. Те, кто имеют правильные инстинкты и избегают опасных объектов, имеют больше шансов выжить и воспроизвести свое потомство. Наряду с этим обучение через наблюдение играет важнейшую роль. Молодые животные наблюдают за действиями взрослых, улавливая, какие растения и существа стоит избегать. Львиная доля обучения происходит через взаимодействие с окружающей средой, когда, например, мать-наставник показывает, какие плоды можно есть, а какие следует обходить стороной. Есть также чудесно настроенные сенсорные системы, такие как хемиорецепция, улавливающая химические сигналы от ядовитых источников. Это позволяет животным заранее определить потенциальную опасность, даже если она скрыта от глаз. В комплексе эти механизмы работают как защита, обеспечивая более высокую выживаемость вида в опасной среде. Все это говорит о невероятной адаптивности и приспособляемости животного мира, что неизменно вызывает вопросы о других таинственных способностях и взаимодействиях между живыми существами. Кажется, что эти выстраивающиеся механизмы только приглашают нас заглянуть дальше в тайны животной коммуникации. На протяжении веков мир животных поражает нас своей способностью передавать информацию через невидимые барьеры. Например, рыбы и птицы, совершающие сложные маневры в стае или косяке, делают это не по сигналу издалека, а через внутреннюю координацию и быструю реакцию на местные изменения, словно танцоры в синхронном движении. Их система взаимодействия базируется на чрезвычайной чувствительности к окружающим стимулам, движениям, звукам и даже изменениям давления. Дельфины и киты поражают своей акустической изобретательностью. Эти морские млекопитающие активно используют звуки для общения и ориентации под водой. Дельфины разговаривают с помощью ультразвуковых сигналов, которые достигают частот до 150 000 Гц, что позволяет им не только общаться, но и находить объекты через эхолокацию. Их мелодии не могут распространяться на тысячи миль, однако в пределах их водного домена эти животные прекрасно понимают друг друга. Когда дело доходит до восприятия электромагнитных полей, таких как у мигрирующих птиц или рыб, которые используют магнитное поле Земли для навигации, это скорее работает как компас, а не средство общения. Ощущение магнитных полей помогает ориентироваться в пространстве, но, как показано исследованиями, еще не способна выполнять роль языка. Ученые разрабатывают технологии, которые имитируют природные звуки китов и дельфинов через искусственные сигналы. Эти разработки служат военным целям, маскируя шифрованные сообщения под естественные звуки, но, стоит отметить, они не относятся к тому, что уже проявляется в животном мире. Несмотря на все невидимые пути, которыми обуславливается природная коммуникация, остается множество загадок. Что еще могут скрывать водные глубины и полетные маршруты? Ответы открываются нам все больше с каждым исследованием, где каждая новая деталь приоткрывает завесу тайн, сидящих под непрерывным покровом природы. За время нашей увлекательной экспедиции мы встретились с миром животных, который восхищает своими неразгаданными тайнами. Например, некоторые виды каменок ежегодно совершают удивительные миграции. Эти маленькие птицы способны преодолевать тысячи миль, следуя точным маршрутам, которые передаются из поколения в поколение. Подобное поведение, хоть оно и исследуется учеными, все же содержит много загадок, касающихся механизмов навигации и адаптации. Дельфины, социальные млекопитающие, на протяжении веков завораживали людей своими необычными проявлениями заботы и любопытства. Существует предположение, что их общение может оказывать благоприятное воздействие на психику человека, хотя прямое физическое исцеление научно не подтверждено. Такие наблюдения являют собой гипотезы и требуют дальнейшего изучения, чтобы определить истинную природу и степень их воздействия. Также стоит упомянуть способность некоторых животных предчувствовать надвигающиеся природные катастрофы. Большинство свидетельств на такой интуиции остаются в области наблюдений и гипотез. Предполагается, что многие животные могут чувствовать электромагнитные колебания или инфразвуки, предшествующие сейсмическим активностям, но это еще требует более глубокого изучения для получения достоверных научных данных. Что касается удивительных способов коммуникации в живой природе, то здесь тоже скрываются необъяснимые феномены. Использование ультразвука, призывов или эхолокации, как у дельфинов, демонстрирует, насколько сложные коммуникационные стратегии развивались на протяжении веков. Такие системы общения, которые остаются во многом неразгаданными, служат прекрасным примером многообразия и адаптивности животного мира. В нашем исследовании мы обнаружили не только загадки, но и перспективы для будущих исследований. Природа таит в себе множество секретов, и каждый шаг в ее изучении приносит нам новые вопросы и ответы. Сложность и интрига мира животных вдохновляют ученых на продолжение поисков. Пусть этот путь не всегда прост, но он неизменно ведет нас к большему пониманию нашего удивительного мира.